Друзья, всем привет! Сегодня хочу поделиться пополнением в моей мастерской, о котором я давно мечтал. И мечта моя, наконец, сбылась. Приобрел, наконец, ленточный пильный станок фирмы GIB. Модель для начала взял самую простую, BAS 250, где цифра 250 означает диаметр маховиков, на которых расположена лента. Хочу начать с распаковки. Написано, что весит 35 килограмм. По ощущениям, так и есть. Субтитры делал DimaTorzok После распаковки расскажу, что входит в комплект поставки. Во-первых, чугунная станина или стол. Довольно увесистая штука. Находится в упаковочном пакете и хранится там в смазке. Верхняя качающаяся опора, на которую устанавливается стол. Направляющая с мерной шкалой в миллиметрах. Узел параллельного упора с быстрым заживом для удобства работы. Соединитель системы аспирации опилок. Упор транспортир со шкалой от 0 до 45 градусов. Пластиковый толкатель для безопасной работы. И набор всяких болтов, гаев и барашков. Итак, приступим к сборке. Для начала устанавливаем опоры на свое место и притягиваем. Далее берем станину и устанавливаем на опору, продев ленту через прорезь на станине. А затем прикручиваем снизу к опоре на 4 болта с шайбами. Устанавливаем направляющую. Ставим быстросъемный боковой упор и транспортир на стол. Эти узлы пригодятся для распила по прямой. Для криволинейной распиловки их можно снять. Ну и в конце устанавливаем рукоятку натяжителя ленты. Станок собран. Сама лента и все узлы, на которых она держится, уже установлены и отрегулированы на заводе. В принципе, делать ничего не нужно. Теперь расскажу немного о характеристиках. Рассматриваемый станок используется для распиливания деревянных заготовок под разными углами. Как по прямой линии, так и криволинейно. Станок оснащен электродвигателем асинхронного типа, мощностью 350 Вт. Жесткость конструкции позволяет исключить вибрацию, благодаря чему повышается точность распила. Отшлифованный чугунный рабочий стол допускает изменение наклона, чтобы обеспечить распил под углом. В конструкции станка предусмотрена система, позволяющая быстро натягивать полотно. Верхняя направляющая регулируется по высоте, благодаря реечной передаче. Для точности прямых и косых распилов служат параллельные и транспортирные упоры соответственно. Данные станки применяются для деревообработки как в личном хозяйстве, так и в небольших частных производствах. Немного цифр. Наибольшая высота распила 120 мм. Длина ленты используется 1790 мм. Ширина полотна пилы от 6 до 13 мм. Скорость пилы 700 м в минуту. Наклон стола от 0 до 45 градусов. Размер стола 350 на 318 мм. Далее я продемонстрирую, как он справляется с работой. Далее я продемонстрирую. как вы видите станок отлично справляется со своей задачей пилит все без напряга и в различных вариантах ровно и по кривой я станком очень доволен единственное что проглядел это то что подставка не входит в комплект поэтому пока поставил его на маленький столик а позже либо закажу подставку либо сделаю сам с помощью этого же станка друзья ссылку где покупал я этот станок я оставлю в описании под этим видео если кто-то и заинтересовался то может зайти посмотреть у них есть модели посерьезней поставьте лайк если такой краткий обзор оказался вам по душе но я только учусь делать обзор и поэтому конечно мог что-то не досказать и если у вас остались какие-то вопросы то прошу задавайте их в комментариях я постараюсь на них ответить а тем кто еще не подписан на канал рекомендую это сделать прямо сейчас подписывайтесь друзья и жмите на колокольчик чтобы не пропускать новые полезные видео всем спасибо за просмотр и пока пока